Вот он он, вот он он бежит, интересный такой. И где это мы шлындыли? И где это мы шлындыли? У дяди Миши была, да? У дяди Миши? Ну что-то ты под тачку легла, Жур. Ну сегодня уже так, сегодня прям после дождя так парит даже немного. Так чувствуется лето. Жур, чувствуется лето, чувствуется, чувствуется, мой хорошенький, чувствуется. Сейчас надо теплички открыть. Понимаешь, Жучок? Сейчас теплички надо открыть. А то сегодня жарко будет, 20 градусов, солнышко будет. Пойдем, пойдем, мой хороший, пойдем, 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 пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Да, да, да. Так, ты по клубнике ходил сегодня? Да нет, не ходил. Вы смотрите, сегодня Жучка соизволил не ходить по клубнике у нас. Вот это да, вот это молодец, Жучка. Да, вчера целый день дождь был. И Жучка даже не прошелся по клубнике. Ну, ну че, мой хорошенький, а? Че, мой хорошенький? Так, ну а в туалете, видите, вот он наш смайлик, который был в прошлом видео. Все, мы его пробуравили насквозь. Вон как сделали. 40 сантиметров, представляете? Ужас, конечно. Это вот мучение. Вот такую дырку делать в стене, это мучение. Оно предстоит еще одну такую же дырку сделать. Вот сюда мы вставим вентилятор. Соответственно, труба. Труба у нас вон лежит. Вот лежит труба, переходники всякие. Ну, здесь еще осталось лобзиком чуть подровнять. И вот так вот пойдет, пойдет, пойдет и выйдет вот сюда. Вот сюда будет выходить еще. Сегодня предстоит вот пробуравить вот такую вот дырку. Это, конечно, мучение. А вон и Жучка. Жучел. Жучел, привет. Привет, зеленая водичка. Тархунчик твой. Ну, а вот потолок мы будем делать натяжной. Видите, здесь люк закрыли. Здесь достаточно такое неприятное место. Ну, поэтому решили натяжной потолок делать. Вот, видите, уже вентиляцию пробили. Вот так вот она будет выглядеть. Видите, вот здесь вот от старой трубы есть дырочка все-таки. Но труба, которая пойдет, она ее закроет. Потом покажу вам еще это. Будем делать натяжной потолок. Поэтому я тут на потолке экспериментирую. Смотрите, вот у меня есть два вида краски. Видите, экспериментирую. Ну, думаю, как бы вот создать вот такой вот все-таки вид. Если потолок у меня будет натяжной белый. Вот у меня есть такая краска. Вот она чуть-чуть обновила. Да, это у меня лак получается. Вот такой вот, смотрите. Вот такой вот лак. Лиссирующий, деревозащитный лак. Так. Вот такой вот. Так. Выбери свой цвет. Ну, вот он белый, по идее. А другой вот такой. Вот аквалазурь. Вот. И аквалазурь у меня получилась вот так вот. Вот один слой. Смотрите, структура дерева прослеживается. Этот вот прям вот как будто очистил доску. Да, чуть-чуть очистил. Но все равно, ну, вот если два раза. Ну, два раза это лишние, конечно, трудозатраты. Я думаю, что я вот этим вот аквалазурью, вот этой защитной, вот нанесу на стены. Вот такая вот у меня стена будет. То есть, соответственно, вот здесь, вот здесь, вот все. Вот это будет вот так вот. Вот, если издалека это будет выглядеть, так, сейчас фокусируюсь. Вот. Вот так вот, видите, да, мазки. Вот это чуть обновил, вот это побелил. Но если потолок будет белый, кухня будет такая, салатовый цвет, зеленоватый, то стена у меня будет вот такая. Вот. Тут уже тоже пробили дырку, кстати. Я заткнул тряпицей, чтобы мухи не летели. А то, ой, насорил, сейчас Анжела ругаться будет, она убиралась. Вот, видите, дырка сквозная насквозь у меня. Дырка сквозная. Убирали здесь все, потому что тут столько сыпалось. Тут уборки больше, чем работы. Чтоб мухи не летели, я затыкаю тряпкой. Вот. Не от холода, а от того, чтобы мухи не летели. Вот. Здесь у нас все сделано. Здесь я даже, мы, как это, клипсы, да, клипсы приставил, чтобы понять, на какую ширину от стены у нас будет все. Вот. Вентиляция, в принципе, готова. В принципе, готова. То есть, вентиляционные каналы. Один и второй сделаны. Это что называется, я ролик доделал. У меня появилось свободное время. И смотрите, все. Все готово. Все готово. Вот такой вот конечный вид у нее. Ну, единственное, что можно уже дальше декорировать. Повесить сюда что-нибудь. Это я еще продумаю, как-то ее задекорировать. Колонны. Я не знаю, можно и маковку сделать. Храма. Вот ее конечный вид. Смотрите, издалека, если смотреть с домом, вот дом, вот будка. Вот дом, вот будка. Ну, вот так вот. Принимайте работу. Жучок, принимай свою будочку, да, принимай. Ну, как, тебе нравится твой новый домик? Обновленный, да? Смотри, какой красивенький у тебя домик, да, стал. Молодец, жучок. Молодец. Молодец, хорош, молодец, молодец. Жри сухари, жри, жри сухарики. Миску помыл, миску помыл. Ну, вот. Ну, вот такой дом. Видите, порожек тоже застелил. Этим материалом, чтобы он не промокал и не гнил. Ну, и жучка по нему скользить не будет, во всяком случае. Ну, жучка бы и так не скользила. Вот. Внутри надо еще, конечно, думать, что тут проложить. Ну, сено можно сейчас положить. Я сено не клал, потому что еще думал, что что-то буду делать. Сейчас и не холодно, чтобы сено какое-то класть. Ну, с другой стороны, теперь удобно будет мне ухаживать за жучкиной будкой. Открыл крышу. Подмел там, я не знаю, сено поменял. Вот. И попил жучок у нас. Вот как удобно теперь. Смотри, уже можно не наклоняться. Да, у нас будет шейка ровная. И поел, и попил. Ну, что ты приперся? Ты что, мне отдал это, да? Это ты вот эту звездочку мне решил дать, да? Да, жучок, мне? Да я не хочу. Спасибо, кушай ты сам. Жуч, кушай сам. Это что за человек такой, бестолковый? Ты что, обслюнявил эту звездочку? Это все денюшек стоит. Денюшек, да, жучок. Да. Ох ты, какой хорошенький, да? Кушай, 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 кушай. Так, ну. Я думаю, вот здесь вот какую-то аппликацию еще повесить. Вот здесь вот. У меня есть идеи. Ну, что-то типа жучкиного герба. Ну, что-то такое. Это у меня есть идеи. Я попозже вам расскажу об этой идее. Ну, а так все. Законченный вид. Покрасил. Покрасил все. Все шикарно. Вот. Видите, погодка хорошая, дождя нет. И на улице приятно поработать даже. Ну, еще знаете, что можно? Можно вот здесь вот окантовочку сделать какую-то. Какую-то окантовочку, чтобы не болталось. Вот так, да? Ну, подумаю. Подумаю. Может быть, какие-то колонны сделаю еще. Не знаю пока. Но это уже, как говорится, такое будет. Дизайнерские дополнения всякие. Все, жучка принимает объект. Сдал, принял. Сейчас роспись с нее возьмем. И все, она уже будет отвечать теперь за этот дом. Все, жучок. Дом твой готов. Хорошо, жучок. Ну, что? Что? Что у тебя тут прилипло-то, а? К бороде твоей. Что ты на бороду себе нацеплял уже? М? Что-то нацеплял, смотрю, на бороду себе, да? Да? Все. Ох ты какой. Ну, ты резвый у нас, жучок. Ты резвый. Еще бы убрал все. Вот, видите, смотрите, котел достал. Один котел, второй котел. Вот жучка носится. Один котел, второй котел. Здесь вот бывшая кухня. Остаточки. В общем, все из дома выносим. О, какое море разливанное. Потоп. Ну, конечно, не такой сильный, как в некоторых регионах. Хорошо, жучкину будку успел я доделать. Сейчас бы, конечно, я ее делать не стал. Но где жучок? Куда делся? Куда делся, скотина? Все сожрал и куда-то делся. Ну, пошел, наверное, к дяде Миши. Пошел к дяде Миши, соседу, клянчить еду. Так, значит, у меня здесь, вот, видите, печку вытащили. Вытащили печку. Но надо ее куда-то переставить. Но один я 100 килограмм, конечно, тягать не очень хочу. Но когда ставили ее, представляете, я на своей газели ее принес и сам тащил. Я ее как рюкзак одел и понес. А вот поставить как? Это для меня была проблема. Я когда садился, у меня аж ноги так тряслись. Пришлось там стулья подставлять. Ну, в общем, не подумав, как говорится. Вчера с Алексеем ее вынесли, но вынесли вот сюда, недалеко. Надо, конечно, ее почистить и куда-нибудь убрать на время. Она в отличнейшем состоянии, но она прослужила мне два года, в принципе. подумаю куда-нибудь ее может быть поставлю ну не знаю там в теплицу отопление провести чё нет так а анжела здесь вот у меня смотрите чё начала красить столик столик но это вот на самом деле старая бабушкина швейная машина тикокоски но мы вытащили машину пока убрали но не пока вообще вычлит лишний груз конечно вот а на этот столик мы сделаем столешницу такую же как заказали на кухню вот анжела так чем накрасил то красила вроде краской по ржавчине но чет покрасила не очень скажу сразу но она еще второй раз будет красить ну вот еще видите погода такая дождливая так не могу не могу найти краску хаммер хаммер фолл что ли что-то в этом роде вот так что вот видите тикокоски вот она а жучка нет жучка у нас нет а нет фоном вон он же чуть видеть жучок тебя не видно что пойму и чоку дяди миш как я думал вот она будь здоров будь здоров ну ты чё где шлялся где шлялся мой хорошенький чё там прожирался чё туда прожирался на молодец мой значит сегодня тебе завтрака молодец ты прожрался уже тебя тоже закармливать нельзя вот как контролировать ее еду да она тут поезд там поезд я еще покормлю в итоге она будет жир тресом колябиться начала ну помойся помойся до дождик прошел покосить я не могу ведь у меня трава папу я трава действительно по поезд ну не знаю чё там погодка сегодня какая все грядки залило вон у меня ручьи смотрите ручьи текут бегут ручьи во отлично слушай может карасей запустить чё я помидоры выращиваем мне кажется надо карасей запустить и уже рыбу ловить целый день что ли целую ночь вернее что ли шел дождь хорошо от грядки мне высокие да вот такие до них не достанет а вот в тепличке мне не такие высокие грядки надо посмотреть если я дойду до теплицы надо прям переправу какую-то лодку иметь на лодке переправляться ну а вот так вот в бочку то много не налилось так и не скажешь что много в тепличке тут температура у нас нормальная цветы так температура даже 20 градусов нет цветы вон какие смотрите прям хоть сорвать анжелки подарить он какие красавицы так ну помидорчики вроде ничего себя чувствует но вот перцы подкапывают перцы подкапывают по страшному видно вот эту центральную грядку обходят а вот эти грядки подкапывают я прям вот очень переживаю вот за этот перец я вчера его опять утрамбовывал утрамбовывал потому что там была дыра вот тут кто-то жрет вообще вот смотрите какая-то скотина гусеница какая-то да там кому не нравится что я говорю гусеницы петелечки я вам на зло буду говорить мне нравится так говорить да пытаются меня учить как мне говорить как правильно говорить вот комментаторы ну ладно комментируйте так вот так вот потрясти потрясти все рассос трясти стоматиков нужно конечно мне нижние веточки уже начинать обрезать вот которые вот они на земле вот валяются от них уже смысла никакого нет по одной веточки в день обрезать хотя бы вот так ну здесь уже вот первой кисть смотрите появляется вот он пасынок давить как растет растет просто молниеносно здесь одна кисть видите одна кисть вторая кисть вот уже формируется 3 кисть до 3 кисть и уже на пасынке формируется кисть вот она видите цветочки верлиока нет помидорчики хорошо себя чувствует помидорчики чувствуют себя хорошо даже вот этот вот этот вот этот недоразумение маленькая уже тоже первую кисть нет вторую сразу две кисти пустил вот они прям смотрите одна кисть и вот вторая так как бы лучше показать вот одна кисть ведь вот одна а вот вторая а вот вторая вот ну ладно помидоры вам не интересно пойду жучку покажу вам ну чё жучка чё жучка вот смотрите газ начали уже обвязывать вот такой вот крантель алексей прикрутил вот нам нужно здесь еще соблюсти расстояние так как я же буду обшивать вот так вот весь дом такой фасадной плиткой поэтому нам нужно сантиметров здесь 10 здесь оставить на обрешетку утеплитель и фасадную плитку так жучка пойдем я тебя покормлю вот она стоит над душой потому что у меня вот стаканчик с харчами стаканчик с харчами жучка пойдем 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 ты жирный стал жучка вот приезжают дачники все жучка становится жирная кто кости даст кто я не знаю там селедки какой-нибудь вот так вот жучка пойдем 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 жирный жирный ты стал понимаешь ты стал очень жирный ну у тебя там вот кстати у жучки здесь нормально давай по лужам кто говорит там насыпьте игра вишу жена в луже стоит да она любит в луже стоять ребята вы что лужа это ее любимое место даже это счастье в луже постоять ну а у нас сегодня очень важный очень важный день видите я открыл брашку сейчас будем ее пробовать вот это вот по краям это вот она у меня убежала вон я тряпицу снял она у меня когда убегала ну соответственно через край переваливалась я не стал с ней ничего делать значит ну тут конечно мошки всякие маленькие но ничего страшного вот видите какой цвет у брашки я брашку пробую на кто-то брашку осветляет можно значит сюда положить белой глины или какого там еще говорят сейчас кошачий наполнитель для лотка и он втянет в себя всю муть ну я не переживаю брашку главное попробовать то есть я ее всегда пробую потому что кто знает какая была температура я же не могу регулировать температуру прям вот чтоб все время было двадцать восемь градусов для брашки например такая температура идеальная двадцать там пять двадцать восемь градусов до тридцати по моему даже у нас тут и похолодание было ночью там до двух градусов тепла было даже поэтому брашка готовится по-разному как я ее пробую я ее пробую на вкус она должна горчить горьковато если брашка сладкая значит еще не весь сахар переработался то есть еще пусть бродит стоит нам спешить некуда некуда вот пробуем брашку сейчас я попробую да абсолютно не сладкое такое шампанское можно сказать немножко горчит немножко горчит приятное все сейчас мы будем это заливать самогонный аппарат видите я его даже уже притащил вот и потихонечку будем перегонять на это нам целый день понадобится но мы не будем стоять прям кропить над ним мы будем заниматься своим делами а он будет делать свое дело так ну вот полный куб мы набрали готовлю я вот на такой вот индукционной плиточки плохо видно отсвечивает я купил кстати в прошлом году а готовлю я не дома анжелка меня не пускает дома готовить готовлю я вот здесь вот своей хим лаборатории вот в том году купил эту индукционную плитку потому что на обычных плитках они летят и по 500 рублей я вот буквально за год у меня по 2 по 3 плитки уходит эту я купил по моему в том году за 5000 она выдерживает до по моему 70 килограмм то есть куб в два раза больше можно ставить до 70 килограмм выдерживает это стекло и готовится моментально все быстро готовится быстро прибавить быстро убавить можно если сильно чтоб не закипел например чтобы брага не закипела нужно быстренько убавить обороты все моментально убавляется а вы сами знаете как обычная плитка пока она остынет в общем ну что ставим сейчас покажу вам весь процесс аппарат у меня старенький простенький в принципе здесь вот видите прокладочка и на обычные рубчики закручивается сейчас я закручу на шурупчики одной рукой неудобно он жучок уже пришел жучок ты чё пришел похмелиться иди отсюда никто вас не звал сюда так единственный минус этой плитки что она вот так вот шумит но там работают вентиляторы поэтому этого не избежать и мы в принципе и домой купили в новую кухню именно такую вот плиту индукционную потому что она ну мне кажется она лучше что сейчас вот вообще возможно взять единственный минус это вот такой вот шум видите все болты гайки закрутил здесь у нас температура жидкости внутри показывается соответственно вот тут вот у меня змеевик где уже пары сюда будут уходить пары брашки нашей здесь они будут охлаждаться и соответственно выливаться в емкость уже в виде спиртов но естественно это только первая перегонка это еще не тот продукт который можно употреблять я вам попозже все расскажу единственный минус у меня видите подача воды вы сейчас обалдеете если увидите откуда мне подается вода в принципе я поставил поставил будильник примерно 45 минут она греется то есть до того момента как начнутся идти первые капли у меня есть от 45 до часу то есть но я прихожу за минут 15 чтобы проконтролировать процесс чтобы ничего не убежала не подгорело все в принципе 45 минут у меня есть я пошел заниматься своими делами ну вот единственное здесь у меня нет ни электричества видите проводок я тяну из дома вот он шланг с водой у меня это кстати такая трубочка от водяного уровня ну вот я ее купил и соответственно смотрите как она тянется тадам 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 вот за уголок пошла вот она вот она и подключается к моему кранчику здесь я соответственно подаю воду и пошла побежала кстати воды тратится не очень много там прям чуть-чуть капает себе и капы все у нас есть 45 минут так ну и у нас температура внутри видите уже почти 90 ну восемьдесят четыре градуса вот сейчас уже должен начать капать но вот пока не капает пока не капает но вот буквально с минуты на минуту уже должен начать капать я уже вот чувствую запах чувствую запах сейчас вот вот видите все полилось теперь мы температуру делаем чуть пониже не чуть в два раза пониже на 900 ставим вот и на такой температуре он будет у нас вариться ну где-то часа три часа три мы можем спокойно уйти все видите это называется спирт сырец спирт сырец то есть вот этот вот первый перегон я не отбираю ничего не головы не хвосты мне сейчас самое главное перегнать всю брагу чтоб она ну не застаивалась как можно быстрее перегнать всю брагу которая есть теплицы поставить новую брагу а уже в дальнейшем я буду вот этот вот спирт сырец перегонять повторно и вот уже на второй перегонки я буду отбирать головы и хвосты ну об этом чтоб сейчас говорить об этом поговорим чуть чуть попозже времени на это особо не тратится но вот видите я сейчас просто вот разговариваю с вами а так вот я подошел посмотрел температуру так температура была где-то 40 градусов ушел потом посмотрел 70 градусов ушел пришел вот третий раз пришел посмотрел температура нормальная постоял пять минут подождал пока она начала капать все теперь я опять могу уйти спокойно ну через час через полтора буду подходить так поглядывать можно сказать только поглядывать вот здесь у меня еще видите не просто так вода скапывает а скапывает она у меня в бочку вот сюда вот в бочку чтоб вода можно сказать не пропадала струю пойду еще поменьше сделаю тут струя достаточно сильная большой расход воды будет ну в принципе воды то у нас вон полно смотрите вы представляете колодцы какие у меня сейчас просто до краев полный сейчас пойду сделаю поменьше воды ну а вот отсюда это кстати теплая вода она уже идет нагретая достаточно теплая вода можно хоть огурцы поливать и так но мы делаем вентиляцию он ведь там алексей что-то пытается соединить ну чё сувать жду он видите откуда она тянется у нас вон из ванной а жучок балдеет отдыхает он у меня сегодня разгрузочный день дождик у нее давление видно скворечник никто не прилетел в ее вот у меня в руках вот такая вот штуковина вот видите вот толщина стены 40 сантиметров вот и здесь вот такой вот заглушка вниз чтобы конденсат не скапливался и если что все вниз скапывала вот так вот строили строили а теперь дырок насверлили ну вот так вот это выглядит видите вот она наша вентиляция я думаю что очень даже хорошо она получилась у нас белые окна белая труба и белая вентиляция мне кажется шикарно но вот так вот этот воздуховод выглядит вот здесь вот вентиляционный вот 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 так вот ты включил заглушка как так а в туалете сейчас покажу уже повесили вентилятор вентилятор вот он уже воздух гоняет плинтуса только нам осталось видите отдирали вообще все дырка же у нас была тут труба стояла на второй этаж он дырка даже осталось так теперь нужно все плентуса я оторвал нужно теперь будет плентуса приклеивать вот и хорошо что вот это же панель тоже с дыркой было хорошо что у меня остались вот такие панели правда она чуть выцвела вот если смотреть она на солнце лежала цвет вот этот и вот этот вот немножко разный но в любом случае не весь потолок менять да из-за дырки дырку не оставлять вот так вот осталось только плентусов сделать а вот эта панель как раз с дыркой вот а это вот даже на в пленке у меня с отверстием уголок срезан дырка отверстие с дыркой отверстием ну вот видите от стыка уже пошел расти тут узелок газовый так где-то фильтр вот фильтр чтобы всякое всякие нечистоты не летели ну вот алексей трубу в огороде горит нашел себе вот примастырил мне надо покрасить я не знаю газ вообще в желтый цвет красит вот он желтый цвет наверно надо продолжить традицию купить желтую краску покрасить вот она у нас вошла тут как раз у нас брус брус не сверлили как раз рядом с брусом прошла нужно будет потом запенить вот это вот оставшиеся так ну посмотрим что там с той стороны у нас как подойдет газовому котлу да ты чё не хватило что будем делать наращивать как через отсюда а ты там не закрепил пока просто до трубу то она на резьбе ты просто вкрутил и в этом трубу чуть чуть не хватило до плохую трубу огороде нашел по длине не мог найти все закрыл крышечка это вот получился у нас спирт сырец грубо говоря ну так назвать его то есть это еще не самогон это как таковой сырец еще продолжится дополнительная перегонка обработка его всячески там настойка вот так что вот это вот отставляем в сторону все что здесь осталось я сливаю в компост и наливаю по новой ну и налил вторую порцию получается вот поставил сейчас принципе 40 минут можно опять идти отдыхать так это вот я просто вам хочу показать померить тем померить градус плохо видно здесь так 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 что там отворачивается не хочет не хочет к нам поворачиваться поворачиваться иди сюда иди-ка сюда мой хорошенький так но круг сделает нет он прям отворачивается прям не хочет не хочет показывать ну где-то 50 градусов вот так если где-то 50 градусов где-то 50 градусов не хочет он почему-то задом все хочет стоять ну да где-то 50 градусов может чуть больше ну если так вот рассчитать то где-то с бака выходит порядка двух литров значит соответственно с 30 литров браги выйдет 4 литра 4 литра первака то есть с двух 30 литровых грубо говоря выйдет 8 литров и вот это будет первый так называемый перегон потом второй перегон я отбираю головы и хвосты то есть где-то с 8 литров я думаю что получится 6 литров это второй перегон третий перегон я делаю потом делаю четвертый перегон 4 перегона я делаю и с них я получаю ну наверное вот литра 3 литра 3 но соответственно она будет 80 градусов 3 литра 80 градусного самогона соответственно я потом его разбавляю до 40 42 градусов и настаиваю но я люблю настаивать на хрени то есть делаю такую хреновуху вот мед хрен расскажу если интересно будет когда буду делать уже настойку непосредственно ну и она при настаивании теряет пару градусов может быть 3 и составляет 38 где-то так 37 38 градусов у меня получается настойка вот вот так вот ну в принципе я вот так вам рассказал и показал немножко как я тут химичу в своей лаборатории вот видите только только пошло разогреваться только пошло разогреваться нам еще не скоро капать начнет где-то на 84 градусов вот а на улице погода ужасная вот погода ужасная я бегаю читаю комментарии по новому ролику про крепостное право и почитаю иду сюда проверяю свой самогонный аппарат ну и мы с жучкой с вами прощаемся видите такой дождик сегодня целый день жучок целый день лежит да жучок целый день ты лежишь у меня мой хорошенький ну ну как тебе домик то нравится но мы еще его не до конца доделали там может быть еще что-нибудь придумаем да что-нибудь еще придумаем ну все ребята увидимся в будущем пока пока